Дядя Леша в схватке со Спиваком не был похож на самого себя. Возраст дает о себе знать. В Лаз-Вегасе, штат Невада, США, завершился соглавный поединок турнира Уфчвегас-29, в ходе которого встретились тяжеловесы. Россиянин Алексей Олейник бился с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Для 43-летнего Алексея этот поединок во многом был определяющим. В предыдущих двух схватках боец проиграл, что активизировало слухи о его скором увольнении из лиги. Тем не менее, акции ветерана смешанных единоборств котировались еще достаточно высоко и списывать его со счетов никто не собирался, тем более, что в канун турнира он занимал 15-е место в рейтинге тяжелого веса. Что касается Спивака, то уроженец Кишинева в последних двух схватках одержал победы. Но стоит отметить, что его соперниками в этих боях были Карлос Филипп и Джарет Ван Дерай, которых уж точно сложно назвать оппонентами топ-уровня. Именно поединок с Олейником должен был ответить на вопрос, прибавил ли Спивак с момента дебюта в лиге, или две последние победы были в большей степени продиктованы уровнем соперников. Первый раунд противостояния начался с атак Олейника. Сначала россиянин пробил неплохой лоу-кик, а затем начал забрасывать тяжелейшие, размашистые удары. Спивак работал на отходах и пытался встречать оппонента. Представитель Молдавии выглядел достаточно маневренным и пару раз неплохо встретил оппонента. Вскоре Олейник предпринял первую попытку перевести соперника в портер, но и тут Сергей показал уровень, легко устранив угрозу. Тогда Алексей снова начал прессинговать в стойке. Работая первым номером, он неизменно пропускал с дистанции, но и сам беспокоил противника попаданиями. После удав предпринял вторую попытку перевода в портер, но Спивак снова отбился. Наконец, менее чем за минуту до сирены на перерыв, Олейнику удалось затянуть соперника в борьбу. Сначала показалось, что россиянин попробует провести свой фирменный и душающий эзекиль, но Сергей был к этому готов. Тогда Олейник вышел на ущемление диафрагмы, но времени на полноценный прием уже не было. В целом, по первому раунду казалось, что Алексей правда попросту уже не в состоянии справляться с гораздо более молодым соперником. Почти весь второй раунд прошел в портере, но на этот раз, как ни парадоксально, в этом компоненте лучше выглядел полярный медведь. Лишь в конце пятиминутки Олейнику удалось выйти из-под прессинга соперника. Алексей снова попробовал провести ущемление диафрагмы, но, как и в первом раунде, времени на это банально не хватило. Эту пятиминутку россиянин однозначно проиграл. Таким образом, исход встречи должен был решиться в финальном раунде. И для Олейника он начался весьма досадно. Удав стойки пропустил неприятный удар от соперника, в результате чего у него открылось рассечение в области лба. Глаз Алексея стал заливать, так что видимость, вероятно, стала гораздо хуже. На все это накладывалась и невероятная усталость. Тем не менее, ветеран смешанных единоборств на морально-волевых качествах продолжал идти вперед, понимая, что бой он уже проигрывает. Затем со стороны Олейника начались отчаянные попытки перевода соперника в портер. Со второго раза ему удалось затянуть Сергея в борьбу. Но толку от этого было чуть. Очень скоро Спивак снова показал, что может конкурировать с нынешним Олейником в этом компоненте. Представитель Молдавии занял доминирующую позицию и контролировал все происходящее. Да, Олейник пытался отбиваться и демонстрировать активность, но по сути финальные эпизоды он проиграл. По итогам трех раундов судьи насчитали справедливые 29-28, 29-28, 29-28 в пользу Спивака. Таким образом, Олейник проиграл в третий раз к ряду. И на этот раз даже бойцу не из топ-15. При всем уважении, похоже, что карьера Алексея Вуфч подходит к концу. Третье поражение к ряду в 43-летнем возрасте говорит о многом. Тем более с учетом того, что в последние месяцы боссы промоушена расстались даже с куда более маститыми ветеранами лиги. Кроме того, достаточно просто обратить внимание, как Олейник провел схватку со Спиваком. Порой он просто выглядел словно стоячая и неприкрытая мишень. Ну, а уж неспособность выигрывать эпизоды в портере в противостоянии с далеко не топ-борцом указывают на то, что россиянин проигрывает уже даже на своей территории. Коротко говоря, Алексей уже не был похож на самого себя. Да, очевидно, что все же возраст берет свое. Как бы то ни было, если это был даже его последний бой в лиге, прежде всего Удаву нужно сказать огромное спасибо за прекрасную карьеру. Ну, а если Вуфч предоставит ветерану еще один шанс, то просто пожелаем удачи.